Старый Таллин – это не только территория, окруженная крепостной стеной, рвы и бастионы, но, конечно, и окрестности, где раньше были сады, огороды, пастбище, поля и леса. Здесь когда-то стояли поместья, рядом с которыми всегда был парк и огород, или частный сад. В всяком случае выращивали то, что можно было взять под зуб, в том числе и лекарственные травы, но больше овощей и фруктов. Так что это было естественно, и мы не должны забывать, что некогда у нас был конный транспорт, и они нуждались в овесе, и поэтому хаберсти, это называется как раз овсяной. Вековые традиции возвращаются. Таллин с 2018 года поддерживает городское земледелие, в том числе развитие общинных огородов. Цель этого проекта, и вот теперь также проекта «Сады в аренду», поддержать общинный и экологичный стиль жизни, способствовать улучшению физического и душевного здоровья горожан. Старшее поколение, может быть, помнит, что когда-то выделялись в пользование участки в пригородах. Смысл садов в аренду схожий. Инициативная группа собирается, создаёт необходимое объединение, им даётся в аренду участок, где они могут заниматься выращиванием, скажем, овощей. Первый такой сад в аренду находится в Пельгулине. Жители других районов ждём и ваших обращений, если у вас есть желание сделать свой сад или огород. Общинный огород за моей спиной – такие вот ящики, где желающий может что-то вырастить. А вот «Сады в аренду», площадка от 25 до 100 квадратных метров, которую получает в аренду горожанин, это место, где он может сажать любые растения. Ходатайства на сады в аренду начнут принимать в мае. Плата за них будет чисто символической – пару десятков евро. Такая возможность прекрасно подойдёт для тех, кому на собственном балконе или крыше уже тесно. А на сотке, согласитесь, можно вырастить многое. Из состава таллинского населения, если так брать, многие, лишь во втором или третьем поколении горожане, их руки чешутся, когда начинается весна, и хочется соприкоснуться с землёй и что-то выращивать. Я считаю, что это очень даже положительно, если в Таллине тоже подобными делами будут заниматься. Напомним, что в черте города создаётся зелёный коридор, раскинувшаяся на целых 13 километров зона, благоприятная для обитания насекомых. Не забудем и то, что целых 20% площади Таллина – это лес. К тому же в черте города есть заповедные зоны. И вот теперь здесь в дополнение к общинным огородам появятся и сады в аренду. Илья Бань, Петер Юлявайн. Новости Таллина.